Дежурный по городу В июне в них отдохнут порядка 500 детей, сообщает сайт городской администрации. Издание напоминает, что кроме этого летняя оздоровительная кампания в Кумертау организована в центрах дневных пребываний, трудовых объединениях и профильных лагерях. В ближайшее время может быть одобрен проект строительства в Башкортостане точной копии пещеры Шульганташ. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил замминистра культуры республики Ранис Алтенбай. Цель проекта – воссоздать для туристов пещеру со всеми наскальными рисунками эпохи Палеолита, чтобы защитить оригинал, который посещает до 35 тысяч человек ежегодно. Воссоздать Капову пещеру собирается в полутора километрах от нее на территории Мурат-Тугая. Затраты на реализацию замысла оцениваются в 180-200 миллионов рублей, которые планируется получить на основании государственного частного партнерства. Далее, что касается происшествий. Жительница Кумертау задолжала своей дочери алименты на более чем 200 тысяч рублей. Это выяснила городская прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства несовершеннолетних. Установлено, что при решении мирового суда жительница города с 2012 года обязана уплачивать алименты на содержание дочери. Женщина нигде официально не работала. На протяжении ряда лет ни разу не перечислила денежные средства на материальное обеспечение дочери. Общая сумма долга по алиментам превысила 224 тысячи рублей. После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за злостное уклонение родителей от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. Обвиняемый свою вину признало полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За прошедшие сутки в дежурную часть отдела МВД по городу Кумертау поступило 55 заявлений. Из них 12 – криминального характера. В медицинские учреждения обратились пять жителей нашего города. Сотрудниками ГИБДД выявлено 31 факт нарушения правил дорожного движения. Задержан один водитель в нетрезвом состоянии. Произошло 4 ДТП с механическими повреждениями. С вами была я, Лариса Ковалева. На день сегодняшний все. Увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова